МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. В Севастополе установлен высокий, желтый уровень террористической опасности. О решении, принятом 31 июля на заседании антитеррористической комиссии, сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя руководитель аппарата АТК Денис Зарытовский. На основании подписанного вчера председателем антитеррористической комиссии и губернатором города Севастополя решения о введении на территории города Севастополя высокого желтого уровня террористической опасности с 18 часов вчерашнего дня, 31 июля, до 18 часов 7 августа, сроком на 7 суток. По истечению данного срока, в зависимости от развития обстановки на территории региона, будет приниматься решение об отмене данного уровня террористической опасности, либо, а так называемое, продление установления на новый срок, либо изменение его класса. Кроме усиления антитеррористической деятельности правоохранительных органов, теперь дополнительные инструктажи с сотрудниками, а также обходы и проверки предписано регулярно проводить на объектах социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения. О проводимых мероприятиях органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно. «Относимся к этой работе серьезно. Не то, что мы там какие-то бумажки пишем 3 часа, чтобы куда-то там, соответственно, доложить. А делаем, значит, все, вот тот регламент, который будет выдан, соответственно, все действия делаем. Инструктажи, проверки, обходы. Надо уже отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями». Граждане также должны проявлять бдительность. При обнаружении забытых вещей, не трогая и не передвигая предмет, нужно попытаться установить его хозяина. Если же это невозможно, следует немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы. Также в экстренные службы необходимо оперативно передавать информацию в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Напомним, в воскресенье, 31 июля, во двор штаба Черноморского флота прилетел неопознанный беспилотный летательный аппарат, после чего произошел взрыв. В результате были ранены 6 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом. Я не за себя. Я за Херсонес. Андрей Маслов продолжает отстаивать в судах свою точку зрения о модернизации древнего городища. 1 августа Севастопольский городской суд оставил без изменений решение Гагаринского районного суда от 15 марта нынешнего года, согласно которому ряд высказываний в публикациях режиссера были признаны порочащими чести достоинства директора Херсонеса Таврического Елены Морозовой. Доводы нашей апелляционной жалобы основывались на том, что суд принял решение, приняв заданность доказательства, представленные СОМ, которые, на наш взгляд, не отвечали принципу относимости и главной допустимости и достоверности доказательств. Кроме того, промах суда был допущен и на этапе оценки подготовительного процесса и на этапе оценки доказательств уже непосредственного в судебном заседании. Кроме того, суд, на наш взгляд, неправомерно принял из двух экспертиз, только одну как основание для выводов и решения суда и совсем не мотивированно отверг вторую взаимоисключающую экспертизу. Напомним, первая лингвистическая проверка, проведенная судебным экспертом из Москвы по инициативе Елены Морозовой, не выявила нарушений в публикациях севастопольского режиссера. Тогда истец заказала еще одну экспертизу, на этот раз в Санкт-Петербурге, которая показала нужный результат. Именно итоги второй проверки и легли в основу выводов для решения Гагаринского районного суда, что недопустимо, считает представитель ответчика Николай Скребец. Кроме того, по его словам, Верховный суд России уже рассматривал и отменял решения, принятые подобным образом. Мы проконсультируемся с Николаем Андреевичем и найдем какое-нибудь остроумное решение. Но в любом случае уже поздняк сдаваться, тем более я же не за себя, а все-таки, как я надеюсь, за Херсонес и за независимую журналистику, которая еще, поверьте, в городе есть. В Севастопольском художественном музее имени Михаила Крошицкого в рамках стартовавшего недавно проекта «Четыре чувства» провели инклюзивную экскурсию для незрячих и слабовидящих людей. Проект организован совместными усилиями сотрудников музея, автономной некоммерческой организации «Белая трость» и Центральной городской библиотеки имени Льва Толстого. В музейной экскурсии нового формата могут принять участие не только инвалиды по зрению. Она доступна для всех желающих. Главное условие – посетители заходят в выставочный зал в свето-непроницаемых повязках на глазах. Человек незрячий лишен возможности видеть окружающий мир, но он может воспринимать его с помощью слуха, обоняния, на уровне тактильных ощущений. Мы даже не ожидали, какой большой популярности будет пользоваться эти экскурсии. И мы этими экскурсиями лишний раз хотим сказать, что музей – это не только дом, где живет красота. Музей – это дом, где живет доброта. И на самом деле прекрасное может пробуждать доброе, когда ты его увидишь, а когда ты его не видишь. Сотрудники художественного музея и отдела для незрячих и слабовидящих Центральной городской библиотеки имени Льва Толстого делают все необходимое, чтобы, не имея возможности видеть картины, о которых идет речь во время экскурсии, включая воображение, каждый посетитель мог максимально погрузиться в атмосферу того или иного произведения. Участники не общаются друг с другом, они общаются с собой и с картиной, с ее элементами, которые выражены в звуках, ароматах и тактильных ощущениях. Когда речь идет, к примеру, о картине Ивана Шишкина «Лес», участники экскурсии вдыхают аромат хвои. Если полотно посвящено морской тематике, по залу витает запах соленой рыбы и раздаются крики чаек. Также, взяв в руки кисточку, каждый может представить себя автором, создающим воображаемое художественное полотно. Она разработана именно так, чтобы каждый мог получить какие-то новые впечатления интересные, поделиться, взглянуть на искусство, на картины с другой стороны. И за этот счет лучше запомнить или узнать какие-то детали, или вообще узнать что-то, чего они до этого ни разу не слышали, не видели. Особенностью инклюзивной экскурсии, проведенной на этот раз, было то, что ее организовали специально для делегации Общества слепых Луганской Народной Республики и студентов Луганского педагогического университета, которые этим летом принимают участие в проектах организации «Белая трость». Первое впечатление, самое яркое – это восторг. В подобных мероприятиях я не участвовал. Я приобрел огромный новый опыт, который просто мне наверняка пригодится в жизни. Я такого еще не... Ну, это впервые такое. У нас там немного... Ну, нет такого. С подробным расписанием новых инклюзивных экскурсий в художественном музее имени Михаила Крошицкого и других мероприятий, которые совместно проводят отдел для незрячих и слабовидящих Центральной городской библиотеки имени Льва Толстого и «Белая трость», можно ознакомиться в официальных группах организаций ВКонтакте. Максим Давыдов, Александр Рустич, Севинформбюро. Кофейная индустрия в Севастополе постоянно развивается. Недавно в городе начали проводить мастер-классы для людей, чья работа связана с этим крепким напитком. Своим опытом с севастопольскими мастерами делятся победители Всероссийского чемпионата «Бориста» из Краснодара. В мастер-классы входит обучение основам кофейной индустрии, как различать между собой разные сорта кофе, выявлять посторонние вкусы и ароматы, а также как красиво оформить даже самую простую кружку с капучино. Хорошо, хорошо. Сейчас будем рисовать начало розы. Это таким пурингом называется полоску. И тюльпанчик раз, тюльпанчик два, три. Разворачиваем чашку и делаем розетту, которую зачеркиваем по краю. И еще одна розетта, которую так и разворачиваешь, и стебелек проводим остатками молока. Для победителей Всероссийского чемпионата «Бориста» кофе – это не просто напиток, который получается при простом измельчении зерен и добавлении к ним кипятка. Кофе – это искусство, не менее тонкое чем виноделие, где важны детали на каждом этапе приготовления. Кофе, как и вино, требует осторожности и большого внимания. Именно фокусировки учат краснодарские бариста прежде всего. В Севастополе знакомство с кофе проходит в двух направлениях. Одно из них – умение создавать красивый узор на капучино. Напитки из кофе, молока и молочной пены. Там, по большей части, идет работа руками. То есть, насколько плавно мы и аккуратно двигаем питчером и понимание вообще физики вливания молока в кофе. Это наклон, напор, то есть, какие-то простые вещи, но только при их соблюдении все получится. Плюс это качество сбивания молока, то есть, хорошая эластичная глянцевая пена – залог хорошего рисунка. Плюс также очень важен эспрессо, чтобы он был правильно приготовлен, правильного выхода. Чудесные узоры раз за разом появляются почти на краях чашки с кофе, но и они не случайные. Для бариста кофейная чашка – это своеобразное полотно, на котором важно нанести правильный и красивый рисунок. Есть три базовых рисунка. Это сердечко, тюльпан – это, грубо говоря, он не так похож на тюльпан в живой, но в лотарте мы его называем так, и розетта. Это похоже как раз на веточку. И в основном все остальные более сложные рисунки – это вариации этих трех базовых рисунков. Еще один мастер-класс касается основ дегустации кофе, его сенсорному восприятию. Такой курс поможет будущим кофейным мастерам давать более объективную оценку и развить вкус не только у себя, но и у своих сотрудников. Мы вчера очень много тренировались отдельно на баночках с ароматами и на растворах базовых вкусов, то есть с солью, с сахаром, с кислотностью. И сегодня ребята применяют полученные знания на кофе. Они уже могут точно выделить, насколько по интенсивности этот кофе кислотный, насколько он горький, насколько он сладкий. Делают себе эти пометки, записи. И также у них есть уже определенные ассоциации с конкретными вкусами – клубники, арбуза, сухофруктов и прочего. Такие знания чаще всего применяются на кофе, который ученики мастер-класса определяют по нескольким характеристикам. Ведь исходя из качества продукта, можно понять, как его обжаривать и как сделать из него идеальный напиток. Стать специалистом в области кофе может каждый желающий. После этого мы учимся по-другому смотреть на то, что мы потребляем. Это относится не только к кофе, но и к еде, к напиткам в целом. Это момент осознанного потребления. Для меня это то, что означает как раз наше направление спешлти кофе, как мы много слышим. Вот для меня это как раз есть такое осознанное потребление, когда ты точно понимаешь, что ты ешь, почему ты это ешь, за что ты ценишь именно те или иные качества. По словам организаторов мастер-классов, кофейная индустрия в Севастополе меняется к лучшему последние четыре года. Однако из-за отдаленности от центральных регионов местным баристам не часто удается перенять опыт у настоящих мастеров. Мы достаточно далеко находимся от центральной части России. И сюда приезжает мало на сегодняшний день людей, которые чемпионы, которые приехали к нам и могут обучать людей. Поэтому мы на базе нашего производства сделали центр, тренинг-центр, который можно видеть за спиной. Соответственно, там мы проводим свои курсы обучения именно от нашей компании и будем привозить их в дальнейшем людей с материка. Компания «Рост Кост Кофе», основанная в 2020 году, планирует и дальше проводить мастер-классы для всех любителей кофе. Не только с приглашенными профессионалами, но и со специалистами от самой компании. Мария Олегина, Анатолий Паньков, Севенфорумбюро. Севастопольские полицейские, силовики, спасатели и любители легкой атлетики приняли участие в масштабном забеге имени генерала Жидилова. Организаторами мероприятия стали сотрудники городского управления МВД России, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. Всего в забеге приняли участие 250 человек. Первыми стартовали самые юные легкоатлеты. По дружную команду взрослых, около 50 детей направились к отметке финиша. В основной части забега мужчинам и женщинам предстояло преодолеть дистанции в 4750 и 9,5 тысяч метров по пересеченной лесной местности. Непростым испытанием для легкоатлетов стали крутые подъемы и летняя жара. Я, честно говоря, не любитель таких дистанций. Мне больше нравится асфальт, какие-то ровные, гладкие поверхности. Но здесь тоже хорошая трасса проверить себя, потому что горочки очень сильно истощают. После преодоления дистанции бегунов ждал завтрак на полевой кухне, приготовленный представителями Российского военно-исторического общества. И, конечно, заслуженные награды для самых быстрых и выносливых спортсменов. Подкупает вот эта искренность. Никого не загоняли ни палками, приехали здесь и москвичи, и саратовцы, и наши родные севастопольцы. Даже братья Запорожье приехали. Все участвовали. Детишки, все национальности. Все это подкупает на самом деле. Еще раз вам всем спасибо за участие. Ну, на самом деле, совершили подвиг. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59060, а также мобильный, плюс 797893131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok